Привет всем! Ну что, вот прошел год с момента открытия нашей пивоварни. Недавно оплатили лицензию, продлили ее. Что могу сказать? Не все так однозначно в этом бизнесе. Есть несколько ошибок, о которых я хочу вам рассказать. Но обо всем по порядку. Вот, подготовил тут 5 листочков с текстом. Повспоминал все, что надо. Поэтому буду читать потихоньку. Не стал уже запоминать, так и красиво рассказывать на память. Поэтому не обессудьте. Главное по делу. Правда, правда, уже старикашка становлюсь. А чем модное одену, так намного лучше. Ну что, друзья, рынок-то развивается очень мощно и быстро. На фоне, скажем так, не очень хорошей и стабильной экономики. Постоянная инфляция идет. Народ не особо с деньгами. Вот так вот и лучше видно. Народ не особо с деньгами. Основная масса населения, конечно, 98% пьют масс-маркет. Один или два процента только занято крафтом. Поэтому рынок не особо большой. Но основная часть населения все-таки не знает о крафте. И поэтому доля крафта очень маленькая. Ну и продвигаться в этом бизнесе не очень особо и просто. Несколько ошибок я совершил в продвижении и в работе вот за этот год. Подготовки. Первая ошибка это я рассчитывал в бизнес-плане. Да, я посчитал немножечко с запасом. Вот. Взял в расчет стоимость оборудования, стоимость аренды, стоимость ремонта помещения, стоимость монтажа логистики, стоимость лицензии. Ну и там по мелочам. Все это увеличил процентов на 30%. На всякий случай. И не попал, конечно, в сумму вообще. Где-то в два раза. Получается. Да. Потому что, по-первых, стоимость оборудования. Стоимость оборудования была посчитана в базовой комплектации. То есть, для нормальной работы надо, конечно, докупать очень много мелочей, которые тоже стоят денег. И те же ЦКТ, в базовой комплектации их было 6. Для оптимальной работы их надо 12. То есть, пришлось закупать потом еще 6 ЦКТ. Всего 12 получилось. Потом всякие там хмелеотделители, там трубки, шланги, те же КЕГи. КЕГа, кстати, постоянно не хватает. Они тоже на минуточку стоят. Ну, нормально. Нормально один КЕГ там 1300-1500 гривен. Стоит нормальная сумма, а их надо там 100-200. Даже для такой маленькой пивоварни. Поэтому это все докупалось. Это все увеличивалось, увеличивалось. Инструменты всякие, полочки, швабры, мыло жидкое, мочалки какие-то, полотенца. Все это накапливается копейка к копейке. Получается сумма растет очень хорошо. Во второй, стоимость аренды. Аренда постоянно растет из-за индекса инфляции. Экономика нестабильная, постоянно какой-то индекс инфляции. Все это прописано. Кто арендует помещение, прекрасно понимает, что это такое. То есть арендная плата на индекс инфляции постоянно увеличивается. Каждый месяц. Ну и, естественно, увеличивается. Все прекрасно знают, как увеличивается коммуналка. Электричество, вода, канализация и все остальное. Просто в геометрической прогрессии все это увеличивается. И, естественно, это все отражается на деньгах. Ремонт. Ну, ремонт, он и есть ремонт. Сколько ни считай, все равно придется... У кого там в два раза, у кого в три раза. Постоянно вскрываются. То есть посчитали, все нормально. Начали ремонтировать. Бах, стена где-то упала. Плохо закрепленная. Пришлось докупать кирпича, сделать стену. Там начали сверлить дырку. Обрушилась половина там основания. Надо все это укреплять, заливать. Канализации нормальной нету. Надо трубами. Короче, все это увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось. То есть стоимость ремонта выросла, ну, практически в два раза от первоначальной сметы. Потому что ровно было на бумаге, но забыли про овраги, как говорится. Поэтому ремонт, он и есть ремонт. Потом монтаж, логистика, в принципе, не сильно превысила планирование. Ну, где-то так. То есть за монтаж оборудования, как договорились, столько и взяли там по логистике немножко цена увеличилась. Рассчитывали на одно, а потом через пару месяцев цены скаканули. Уже другая цена получилась. Ну, это на общем объеме не очень отразилось на цене. Ну, и стоимость лицензии. Лицензии, как и были лицензии. То есть на производство 780 гривен и на оптовую продажу 30 тысяч заплатили. Ну, то, что открывались мы очень долго. 11 месяцев. И за это время, то есть мы не работали. А платить аренду платили. Зарплаты платили. Налоги с зарплаты платили. Все налоги оплачивали. Потом эти все аттестационные комиссии. Нас хорошо тоже. Каждую комиссию отдельно оплачивать надо. Там ждать. Те же МЧС пожарные. То есть, ну, все в видео там видно было рассказано, когда я открывал пивоварню, что там железные двери противопожарные заставляли красить короба. Да, вентиляционные это все деньги, это все время. И все это оплаты. То есть, нормально еще. Все эти 11 месяцев, то есть, прибыли никакой, а только вкидывай, 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 вкидывай. Поэтому все это накопилось за эти 11 месяцев нормально. Это ошибка по бюджету была. Вторая ошибка. Вторая ошибка – это покупка слишком маленькой пивоварни. Ну, это как ошибка. Это, скорее, вынужденная ошибка, потому что большего объема пивоварни стоит, соответственно, намного больше. На тот момент денег не было. Поэтому купили минимальную 300-литровую варочный порядок за одну варку. Поэтому так получилось. Ну, у кого есть возможность, не совершайте эту ошибку, потому что все расходы, все коммунальные лицензии, все деньги, как бы, распределяются на выход продукции. То есть, чем меньше выход продукции, тем все вот эти расходы, получается, себестоимость намного больше продукта. Чем больше выпускаемой продукции, все вот эти вот расходы ложатся равномерно на выпускаемую продукцию, и получается, на каждый литр намного меньше приходится. То есть, себестоимость намного меньше получается. То же количество человека часов. Сделать одну тонну за одну варку, то есть, получится там, грубо говоря, человек поработал, сделал одну тонну, и на 300-литровке, то есть, надо три смены сделать. Соответственно, за три смены надо заплатить. Все это увеличивает себестоимость очень хорошо. И если есть возможность, то надо начинать хотя бы в тонны варочного порядка. За одну варку, чтобы тысяча литров варить. Это оптимальный вариант для начала. Цена продукта имеет очень сильное решающее значение. Третья ошибка. Третью ошибку я совершил. Не заботился рынком сбыта. Надо было это все учесть и открыть хотя бы какой-то магазинчик или точку по сбыту какой-нибудь чужой продукции. Чтобы приучить людей, что здесь есть пиво, что мы продаем хорошее пиво. А потом потихоньку своим продуктом туда заселиться. Одно дело, когда варишь 50-70 литров за одну варку дома и у тебя все друзья сидят, ждут, ага, хорошо, только сварил, бам, раскупилось. А когда у тебя несколько тонн этого пива, получается, что его куда-то надо сбывать. Это основа бизнеса. И мне очень неприятно, что, конечно, я пропустил этот момент. Есть, конечно, крафтовые пабы, бары, но их как бы малое количество. 98% в основном это разливайки, которые торгуют обычным масс-маркетом, дешевым, сладковатым пивом, которое оптимально можно назвать соотношение градус-цена. То есть за меньшую цену убиться в хлам это оптимальный вариант для народа. А в крафтовой тусовке там все наоборот. Там, наоборот, очень продвинутая публика, которым уже не интересно просто хорошее, качественное пиво. Конечно, масс-маркет они вообще не воспринимают за пиво. Ну, так оно, конечно, и есть. Вот. Но просто хорошее обычное пиво их уже не интересует. Их интересуют какие-то такие бух, необычные эксперименты, которые непонятные вкусы, необычные. Поэтому надо постоянно экспериментировать, что-то такое интересное сделать. Но не факт, что этот эксперимент зайдет, потому что вкусы абсолютно разные. То есть на один вкус могут быть оценки диаметрально противоположные от двойки до пятерки. То есть кому-то кто-то вообще не понимает этого пива. Поэтому тут тоже такая неоднозначная публика и неоднозначный сбыт. Тем более, что там сбыт зависит от одного человека в том же пабе в каком-нибудь крафтовом или хозяин или главный сомелье попробовал хорошо поставил на кран. Не понравилось до свидания. То есть очень все нестабильно и тот и на кране, тот и не на кране. поэтому самый лучший оптимальный вариант это свои точки сбыта. Идеальная скажем так идеальный тандем это ресторан пивоварня варят продают или пивоварня со своими точками сбыта. Тут ты уже сам себе хозяин варишь то пиво которое ты считаешь нужным. Люди приходят к тебе уже те которые пробовали твое пиво которым нравится твое пиво которые понимают и то есть обрастаешь своим кругом потребления. Поэтому это самодостаточное производство и сбыт. То есть вот это моя ошибка была я не озаботился с бытом. Поэтому сейчас мы это все наверстываем открыли там свои два паба где торгуем только нашим пивом. Уже потихоньку обрастаем людьми, клиентами которым нравится наше пиво которое с удовольствием приходят пьют но то есть мы немножко отстали в развитии вот по этому пункту продавали на сторону то есть пытались туда влезть туда влезть там поставить там поставить не везде шло не везде получалось вот ну и в основном все это дружеские контакты хорошие отношения дружеские теплые скажем так ставят на краны нет нет до свидания кто ты такой тем более что сейчас очень много открывается там я за прошлый год слышал что официально только в Украине 50 пивоварин открылось и сейчас очень много приходят людей просто даже непонятно что за пивоварня откуда произошла ничего неизвестно пивоварня приносят пиво продавайте то есть пива много пива много но продать его тяжело потому что основная масса населения не понимает крафта не понимает высоких цен на крафт приходится постоянно работать с клиентами постоянно рассказывать для этого в принципе канал открыл людям все открыто показывать что не шмурдяк не непонятно из чего делается что делается все из натуральных ингредиентов все все это вручную и показывать что это как бы себестоимость такая и то есть разница между хорошим стейком и полуфабрикатом котлетой но в принципе где-то такая же соответственно что стейк нормальный сочный свит как и котлета из полуфабрикатов из требухи всякой поэтому поэтому очень еще много предстоит работать по этому направлению просвещать народ особенно особенно меня убивают вопросы когда спрашивают о пивоварня с порошкового пива делаете и начинаются вот эти качели какое порошковое что вы там несете ну и второй вопрос это же живое пиво оно стоит у вас 3-5 дней максимум потом скисает и начинаешь рассказывать людям это все абсолютно диаметрально противоположное вот придумали что живое пиво скисает если стоит долго то оно какое-то там из полимеров сделано непонятно из чего совершенно наоборот что наоборот хорошее чистое пиво оно как вино оно настаивается оно с выдержкой становится только лучше и лучше а все заражение происходит только из-за того что кому-то лень заниматься дезинфекцией помывкой пивоварни оборудования каждый раз с каждой новой варкой мыть оборудование то есть никто этим не занимается на больших производствах поэтому естественно там контоминация жуткая и все это короче приходится постоянно лекции читать постоянно поэтому надо с клиентом работать и развивать этот рынок что тут еще вот это три основные ошибки и конечно же качественное пиво надо делать очень качественное пиво потому что смысл открывать и делать некачественное пиво это вообще непонятно то есть человек приходит вот у меня сколько раз было что человек приходит даже не зная пьет пиво все и остается бывают другие варианты когда пьет пиво не понимает потом приходит через день говорит я взял пиво то которое раньше пил обычное в магазине и я тогда понял что раньше не замечал что оно спиртом воняет что оно безвкусное а тут как бы нормальное пиво то есть оно пахнет хмелем солодом оно после него нету никакой там головы квадратной вот и жутких последствий с туалета вот поэтому это очень важно качественное пиво поэтому надо делать от души и это будет ваш клиент и он приведет еще друзей кучу и вы обрастете своим своими клиентами друзьями по качеству продукта по качеству конечно есть нюансы по качеству намного зависит от ингредиентов солод хмель вода воду как-то можно контролировать это ваша вода то есть водоочистку качественную делать регулярно менять фильтры следить за этим анализы это понятно солод тут уже хмель это сложнее то есть надо покупать хороший хороший дорого стоит поэтому пытаешься где-то купить отечественного производства не очень удовлетворяет качество очень прыгает как у меня было с венским солодом например варю с венского солода смотрю цветность намного с новой партии намного темнее как будто я там мюнхенского насыпал первого ну где-то там пережарили немножечко получилось что цвет не 7 SRM а 15 у него получилось там 12 не знаю то есть ну намного темнее карамельное получилось какое-то поэтому тут надо играть то есть тогда уже смотреть меньше венского больше базы досыпать чтобы оно где-то по цвету нормально проходило хмель только свежий покупать потому что не менее все эти и замеры кислот этих альфа-бета кислот и все эти гумулоны куму куму гумулоны все эти от времени расщепляются и конечно запах меняется вкус меняется поэтому надо следить за этим на больших производствах с этим немножко проще там огромные огромные производства с одинаковым пивом они могут купажированием все это менять делать из некачественного там из партии некачественного пива смешиванием с качественным пивом делать усредненное где-то такое обычное пиво которое они обычно выпускают на маленьких производствах это очень тяжело поэтому ну как бы есть нюансы база основная качественная она остается бывает нюансы в запахе то есть различается бывает нюансы там во вкусе немножко там может кислее может где-то там слажее там или еще что-то там цвет немножечко отличается темнее светлее вот но основное то есть пиво узнаваемое главное чтобы оно было узнаваемое то есть ваш сорт чтобы его не не сказали это блин это вообще не то не то пиво поэтому за качеством конечно очень надо очень и очень следить так поэтому поэтому резюме избегайте ошибок в планировании по возможности конечно всех денег невозможно высчитать высчитать но очень тщательно подходите к этому вопросу то есть все с этими ошибками которые я вам написал добавляйте добавляйте расходов на планирование пивоварни рынок неоднозначный с одной стороны часть людей которые пьют пиво обычное масс-маркет это основная часть населения которым просто пивко и все подешевле и жигулевское все и с другой стороны вот эти вот бергики крафтолюбы которые которым надо что-то ух такое эдакое поэтому надо содержать баланс какой-то делать основное пиво скажем так для основной массы населения вот и при учить 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 народ приучать к хорошему пиву рассказывать постоянно постоянно проводить ликбезы скажем так ликвидацию безгромостности по этому поводу естественно качество продукта качество должно быть постоянно безупречным если вы люди привыкнут к вашему пиву и вы сделаете там один два несколько раз некачественное потом они плюнут скажут что извините скурвились вот постоянно саморазвитие конечно улучшение сейчас нельзя делать два четыре сорта как раньше делали постоянно и все постоянно надо экспериментировать не бойтесь экспериментировать постоянно надо что-то новое интересное но но для этого надо конечно знать биохимию технологию постоянно надо углубляться углубляться постоянно заниматься развитием в этом деле чтобы избегать ошибок ненужных которых то есть не не на людях тренироваться а то есть понимать что вот этого делать нельзя вот это вот можно как происходят процессы чтобы понимать какие эксперименты можно вообще сделать в каком направлении и что примерно из этого должно получиться так что если вы решили заняться этим только потому что вам нравится пиво вот или это модно то что все этим занимаются то забейте на это дело это не прокатит как я не понимаю как люди то есть некоторые мне там звонили или писали говорят что я вот купил завод пожалуйста напиши мне несколько рецептов чтобы варить ну ну как чувак как ты покупаешь завод то есть не понимаешь как это не решит ищи тогда технолога или ищи какого-то там человека которого который запаян на этой теме и будет варить тебе там пиво с удовольствием экспериментировать а ты будешь только пить его пиво и радоваться что у тебя классная пивоварня вот без фаната своего дела пивоварни не будет поэтому это это целая жизнь тут тут быстрых денег нет ну не заработаешь этих быстрых денег нет тут надо постоянно работать усовершенствоваться экспериментировать и вот развиваться 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 чтобы остаться на плаву ну естественно потом идти в рост потому что пиво это такая штука которая работает только на больших количествах и ты будешь в плюсе только при качественном пиве и больших объемах так что друзья учитывайте мои ошибки развивайте хорошее пиво всем пока да и еще готовьтесь к проверкам у нас страна проверяющих у нас не дают работать просто так будут проверки будут долбать меня начали долбать с 7 месяца работы налоговая метрология охрана труда экология мчс будут приходить 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 работать нормально не дадут поэтому всем удачи тихо и помирится логи мчс его под поселон мчс Субтитры подогнал «Симон»!